Я говорю про Святую Библию. У меня детская Библия дома есть была где-то. Вы Библию дома имеете, да? Да, да, да. А можете показать? Нет, она... Заметьте, все, кто говорит, есть, примерно 200 человек уже, и ни один не показал. То есть обман. Мужчина раздетый. Почему жарко? Я говорю, нигде столько раздетых нет, и ты пришел для блуда. Посмотрите, мое тело готово блудить. И обманывает, и лгут, и лгут. Одни брехуны собрались здесь. Никакая жара, в принципе, не даст полуду снять там футболку. Ну вот вы одеты, вы одеты. Только не ругаться, ни одного мата, чтобы не было. Вы можете? Я человек такой, я не могу без мата. Смотрите, а что есть мата? Если бы не ставили на эти слова ярлыки, то, что это мат, то мата бы и не было. Можно, в принципе, на любое слово мат сделать. То, что, например, слово здравствуйте, сказать, говорит, что это мат утверждать. И это потом через какие-то порогы поколений станет матом. Это бессмысленно. Вы верите, что Бог сотворил мир? Нет. Не верите? Само по себе, да? Путем эволюции, да? Слон и мошка – это одно и то же. Кит? Нет. Кит и бабочки – это одно и то же. Нет. Ну, какие миллиарды лет могут... Почему сегодня один вид, другой не переходит? Только свет может наменять, как Дарвин сказал. Дарвин не утверждал, что человек и обезьяна сродственная. Это обман. Он был старостой церковной общины до самой смерти. Я и не за эволюцию, и не за Иисуса там предстоит. А как? Голова совсем ничего не соображает? Откуда звезды взялись? Откуда все это красота? Такая слаженность? Организм человеческий. У него есть объяснение, правильно? Объяснять просто. Бог Творец так создал. И все стало на место. А где Бог? Где Бог? Вот вы в России живете. Где Бог? Он в тебе должен быть. А ты Бога не допустил, а нечистая сила ваша... А где должна быть вера, а не Бог? По вашему подтверждению вообще? Нет, не так. Вот слово его показывает. Вы назовите... Где должна быть вера? Назовите... А Бог за нами смотрит. Вы не терапитесь говорить, когда ничего не знаете. Вы скажите, какую вы знаете песню, которой 3000 лет и которая является сегодня хитом? Все, в тупик. Я отвечаю в середине книги, а в корочках тут 77 книг заложено. Ну, разного размера. Псалтырь. 50-й псалом царя и пророка псалмопилца Давида. Сегодня ее считают во всем мире. И мусульмане, и православные, и католики, и сектанты. Все. 3000 лет. И как будто сегодня написано. Библия говорит, какой народ будет. Характеристика ваша вот эта. Библия говорит, как политические события будут развиваться. Чем мир закончится. Мы вплотную подошли. У людей денег не будет. Чип. 666. На лбу и на правой руке. Не будет столицы мира какой-то. А Иерусалим. И будет один царь на всей планете. И нация. Я сейчас объясню. Один царь будет. И нация его евреи. И с колена данного. Почему? В их руках все сегодня. Все золото, вся печать, юриспруденция. Интернет. Все в их руках. А было это сказано не сегодня, а 3600 лет назад. И все к этому подошло. Откуда я знаю? Оттуда ж только Бог может сказать. Я вам покажу сейчас, кроме Библии, допустим, Коран. В ней ни одно пророчество нет. Возьмите веды. Разную. Мы верим во Христа Спасителя, который умер за наши грехи. Умер и зовет к покаянию. Рулетка это Содом и Гаморра. Здесь один разбрат. И Господь нас послал сюда. Идите и проповедуйте Евангелие. Вас в рулетку послали проповедуют. Да. И я уже здесь не один день. Уже третий месяц. И сколько нашли людей, которые вышли отсюда. Которые на наших ресурсах были, увидели, кричат, здороваются. У меня канал свой есть. На нем 17 150 роликов. Наших. Не чужих. Мы строим деревню православную с нуля. Я начальник детского лагеря 45 лет. Без помощи государства все это делается. Мы Путина не материм, не ругаем. А молимся за него. Чтобы его Бог сохранил. Молимся за Рамзана Кадырова. Дональда. Всех правителей поминаем. Чтобы не было покушения на них. А неверующему ничего не надо. Наелся и все. Как говорит Евгений Тушенко. Сплошной желудочный кишечный тракт. Нет. Зачем еще жить просто? Ну, ешь ты как-то. Ничего не надо. Живешь в своей жизни. Ничего не надо. И я, вот, лично я не вижу смысла тратить свое время на что. Подстилка и кормежка. Больше ничего не надо. Ну, как? Вот вы представьте себе. В настоящее время я живу рядом с вами. Почему меня это интересует? А мне 81 год. За слово Божие я заплатил тюрьмами пять тюрем. И, однако, не ожесточил сосед. Как вы в тюрьму попали? Вы, если зайдете на наши ресурсы, у нас есть Ютуб и сайт. И там государственные... Зайдите, пожалуйста, Ютуб. Заметьте, государственные фильмы, она снятая, тогда на бобинах снимали. Занявшие первое место на международном кинокурсе. И о моей биографии первое место в России. Можно на Ютуб? Зарядите так. Во свете Библии. Во свете? Да, во свете Библии. Два слова. Потом напишите открытым оком. Оком, глазом. Открытым оком. Во свете Библии, открытым оком. И потом Игнатий Лапкин, это я. И откроется Ютуб. Открылась? Сколько подписчиков? Я нашел. Сколько подписчиков? Сколько? Сколько подписчиков? Не, я не на Ютубе нашел. Я просто нашел, потому что есть такое. Ну, если вы... Ну, вы написали канал. Не просто так, а канал надо написать. Я найду, я уже сображу. Ну, открылась, а нет? Открылась. Сколько подписчиков? Не, посмотри, сколько у вас подписчиков сейчас, на данный момент. Я узнаю, открылась или нет. Говорите, сколько? Значит, ничего вы не открыли, обманывайте. Видите, сразу обнаружилось. А почему верующий лгать не может? Всякая ложь от дьявола. Ну, запишите канал во свете Библии. Такого канала... Бля, если у меня интернет плохой, что я сделал? У меня, блядь, хуйнел в интернет. У меня прогружается, понимаете? Вы не торопитесь. У вас получится. Канал... 42 тысячи. Канал во свете Библии. Да, 42 тысячи, я вам сказал. 40? У нас посещаемость, просмотров 42 миллиона. Это лично мой канал. А если зайдете, напишите через гугл сайт во свете Библии Игнатий Лапкин, откроется наш сайт, которому равных нет. Там 50 книг Аудио, которые я насчитал. И на первой странице я отвечаю студентам, студентам в пяти университетах. Значит, 44 тысячи, 124 вопроса. Социология, экономика, политика, искусство, семья, работа. 55 папок. Зарядите гугл, потом во свете Библии сайт. Сайт. Я не буду это делать. А, вот как. Испугались? Это сокровище. Сокровища равного нет в мировой сети нигде больше. Какие сокровища я должен прийти как бы там? Ну, вы не упрямтесь. Я вам даром это даю, даром. Я на это потратил 57 лет. Очень жаль. 57 лет. 57 лет трудился в этом направлении, уверовав во Христа в 23 года. Мне 81 год. А Коран вам зачем? Зачем вам Коран дарит? Ну, вы сейчас не успеваете даже обдумать. Скорее, вы как женщина, выкидывайте слова. Словам дайте прорасти. И обдумать, что я говорю. В моих словах нету тысячной доли лжи ни в одном слове. А как насчет Бога? Я для Бога и служу. Для этого мы ночные и дневные молитвы творим. Вот у нас называются щетки. Семикратно в день. Три святое считаем, потом сто поклонов. И за день получается тысячу поклонов. Бог просвещает разум. Мы строим деревню православную с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна на всю вселенную. Храм построили, школа государственная, электричество, дороги, пруды. Все за свой счет. И правителей не ругаем, а молимся за них. Мои книги видели... Воровать-то будут, я больше, чем уверен. У меня вышло из печати 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. Видели в библиотеке Путина. Вам разве это неинтересно? Неинтересна ли отрасль ваша со стороны искусства, а не как со стороны духовности? С духовной стороны я вам скажу, что 27 сентября 1962 года в 17.00 я сошел на берег с корабля. Цель была одна сходить в кино. И в это время я любил бабушек. Такие они страдальцы, столько перенесли войну. И она несет сумки. Я подскочил, молодой, здоровый, крепкий, учусь в училище, с выходом за границу. Бог открывает мне бабушку. Я схватил сумки ей помочь, спрашиваю, а где у вас-то люди, молятся или нет? Потому что то, что я имею, я понимаю, это пустота. В это время я добиваюсь сдать три курса за один год по выбору комиссии на английском, немецком или французских языках все предметы. Мне Бог открыл двери. А я понимаю, это пустота. Это не надо будет. И она показала, я зашел. И мне дали Библию. Через полчаса я был совершенно другой. И 57 лет иду этим путем. Заплатив тюрьмами, лагерем, мучениям, что со мной делали. И я живой. Начальник детского лагеря, 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. И мы не правители, не ругаем, только молимся. К нам отовсюду едут. Крещение принимать. Вот в этом году приезжали с Сливана, с Германии. А мы живем в Алтайский край, в город Барнаул. И строим деревню 150 км отсюда. Вам не интересно это? Мы единственные на всю вселенную, что это делает. Притом у нас бесплатно, в храме, везде. У нас не продается, ничего нету. Крещение, все бесплатно делается. Включенная десятина, которая все покрывает. И все работают. Мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. У меня две голубятни. Я туда-сюда лажу, на велосипеде гоняю. У меня ничего никогда не было. А счастье самым счастливым человеком, говорит, в интернете считают меня. И не кто-то, а ученые, доктора там наук. А почему я говорю? Почему вы так думаете обо мне? Вы делаете то, что вам нравится. Да? Я могу показать тысячи детей, которые встали на ноги. Работаю после освобождения лагеря в тюрьме. В пяти университетах преподаю. Все это бесплатно делаю. А как я воздумаю, у меня вот такой вот вопрос. Ну вот вы зайдите в интернете, по скайпу ко мне зайдите, Игнатий Лапкин, и мы поговорим. Я скину все материалы. Игнатий Лапкин. Два слова только запомните. По скайпу. Не в ютубе, по скайпу. Я вам сказал, в ютубе у нас 17 150 роликов моих. Мы с книгами, я решил подарить библиотекам мира. Из Барнаула доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, с Турции, Прибалтику, Скандинавию, север. 650 город посетили. Я везде дарил книги, библиотеки, они бедные. На 35 миллионов рублей подарили. Это Бог делает, это не мое. У меня ничего нету, Бог делает. Я молюсь... Это делает Бог. Это делает Бог. Ну, а как вы объясните? У меня ночует священник, и вот, видите, сделан специально по палате. Я говорю, завтра книгу выкупать. У меня 4 тома только стихов по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Деньги завтра давать, а у меня нету. А откуда ждете? Я говорю, понятия не имею. Помолились, легли спать. В полный звонок. А вы где бы находитесь? Я говорю, где? Барнаул. Это Россия? Я говорю, конечно. Мы из Сакрамента звоним в Америке. У вас церковь во имя Климента названа? Я говорю, нет. Анфима Никомедийского. Я говорю, лагерь у меня называется в честь Климента Анкирского. В 312 году его казнили. Вот, у нас дядя Климент умер. Нам сказали, что где Климента, церковь, там молитва лучше доходит. Я говорю, басни какие-то. Но все равно мы вам деньги через 200 минут посылаем. Утром я уже получаю деньги. Они не знают. Я их не знаю. Люди свидетели. Как это может быть? У меня голуби. Две голубятни. Голуби летают. Ястреб налетает. И самых породистых хватает. А они кружатся. Они не убегают. Что делать? Сделали крест деревянный. Полили святой водой молодые ребята. А тут я околоби живу. Прямо параллельно, вот как рукой показываю. Оп, течет. А здесь тополя. Они залезли в тополя и поставили. А он залетает у меня на лестнице сидит. Только повесили. Больше он ни разу не залетел. Видели только вдоль оби летит. Сюда не может залететь. Разве это не чудо? Он разорил у меня все. Как только повесили, все. Где-то сдох. Больше нет. Притом я таких случаев могу сказать сколько. Вот сидим, разговариваем. А один человек меня и спрашивает. А где этот Владимир, который был здесь семинаристом? Щетвергов. Я говорю, не знаю. Потерял его. Только поговорили. Выхожу на улицу. Он идет с женой. Спустя семь лет. Ни разу. Он живет в другом городе. Но мы помолились о нем. Я вышел. Он идет мимо. Это нельзя сделать. Придумать нельзя. А был бы я неверующий, что у меня было? У меня ничего этого не было. Детский лагерь я бы не образовал. Книги не выпустил. Деревни не было. Миссионерской поездки по всему миру не было. Ничего не было. У меня тысячи друзей. И тысячи врагов. Потому что людям не нравится это. Церковники все за деньги. А мы против. У нас ничего не делается за деньги. Вот в это воскресенье у нас будет опять бракососочетание. Староста деревни. Его сын женится. Терентий. Он только закончил Латайский государственный технический университет. В нем 21 тысяча студентов. Из 18 сестра учатся. Очень известный. И он закончил университет. И сейчас пришло время жениться. Думаем поехать, не поехать. Тут 150 километров. Да и дорога какая там. 16 километров трактом. И понимаете. Все спрашивают. У нас идут занятия по интернету. Утренняя молитва. Я могу все материалы скинуть. Книги вы увидите. Возьмете. Фильмы, которые о нас. Только зайдите ко мне по скайпу. По скайпу. Как вас звать? Михаил. Как Олег? Михаил. Михаил. Вот я чтобы знал кому. А Михаил вы знаете как переводится? Это еврейское слово. Оно переводится никто как Бог. Никто как Бог. Ил. Это еврейское. Илья. Илья. Бог моя крепость. Никто как Бог. То есть равного Богу никого нету. Вы носите имя, так какое архангельское. На небе архангел Михаил воевал с дьяволом. Архангел Михаил есть. Я как бы знаю. Михаил. Это особое имя для России. Первый Михаил из династии Романова царство усыновил. Российское. Михаил. Насколько я знаю Михаил не русский. Князь, князь Владимир, князь, говорю Владимир, царь Николай отрекается в его пользу 3 марта, со второго на третье, 17-го года. И Михаил Горбачев пришел, разрушает этот конгломерат. Это особое имя для России. Это особое имя для России. Да нет, мне не интересно, я так посмотрю сейчас минут пять. Вы себя увидите, наш разговор вам восстановится. Да, ничто. Ну, вижу я себя. Мне так, как бы, знаете, лучше-то не станет и хуже тоже. Ну, все равно, пример для других, не голый, не пьяный, не хлюпал водой, не пил, сидел. Так что, Михаил, будьте на нашем ресурсе, вы себя увидите. Ну, вот теперь, я говорил, не пил, а он напился. Да я молочко пью, не пью. Разницы нет, нигде не пью, только в рулетке, старается блудный дух заглушить. Гиемский огонь не тушится молоком, а молитвой. Нет, я, скорее всего, пью не из-за того, что блудный, а из-за того, что какая-то волнительность и стеснение идет. Поэтому я пью. Знаете, я... А не потому, что я что-то там заглушить хочу, у меня какая-то блудка, и я что-то хочу делать. Вы знаете, что пара часов называется в университете, вот я на кафедре, пара часов. Я никогда не позволю стакан ставить. Никогда. Это неприлично. Табу. Почему? Неприлично. А чего ради-то? Чтобы люди смотрели, как я глотаю. С чего ради? Для этого есть другое место. Ну, вы знаете, собачье сердце Михаила Афанасьевича Булгакова, когда стали говорить, он говорит, еще одну квартиру надо. Что, операции я не в трапезной буду делать. В столовой обедают, а в трапезной в операционной операции делают. Так и здесь. Это студия, перед глазами людей, не для того, чтобы ты хлюпал носом тут. Но я не вижу в этом ничего такого, чтобы... Ну, ладно, я вам сказал, что неприлично. А вы видите, не видите, я же вас не убеждаю. Один раз. Но у нас есть... Ну, это хорошо, потому что это некрасиво, когда люди убеждают и навязывают. Хорошо, вы когда едите, вы над чашкой склоняетесь над столом, вот так едите и над чашкой. Все едят одинаково. А у нас так не положено. Вот, подчеркнул, смотрите на меня. Вот, вот от чашки, вот я подчеркнул, рука вторая, кусочек, ложку поднес. А почему? Василий Великий, 4 век, говорит, всякая скотина, животное наклоняется к пище, а человек подносит к себе. И наклоняющаяся есть скотина. Вот и все. Женщина красит губы. А почему? Ответ простой. Иоанн Златоуз говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А Ефрем Сирин говорит, женщина красит губы, чтобы завлечь чужого самца. Ну, логично. 4 век, Ефрем Сирин, я вам цитирую просто. Это всегда так было и всегда так будет. Знаете, самобытная глупость, она много места занимает. Надо божественной мудростью наполнить сердце. И тогда радостно будет. Не страшна ни смерть, ничто. Вам, если бы показать тот путь, который меня Господь провел, человек бы от всего отказался. А меня везли от КГБ. И когда я освободился, в 87-м году, 25-го марта, вышел указ в президиуме Верховного Совета СССР помиловать всех политзаключенных. Нас 210 человек было. Всех освободили по разным лагерям. Но это не все. Освободить-то освободили. Я стал, когда реабилитирован, был уже в 92-м, стал судиться за то, что у меня изъяли. Самую крупную в мире фонотеку я создал. Переводческой деятельностью там занимался. Я оценен по государственным нормам 11 миллиардов. Теми деньгами. И 11 лет шел суд, я его выиграл. И у государства нет денег, а не КГБ в стороне, а ответственная городская администрация. Вот как сделали. А теперь Бог это делает. Дал такого судебного исполнителя, она пришла и сказала, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. Ни один бюджетник рубля не получит. Я арестовываю все счета. Ей власть дана такая. Со мной сразу заговорили. Ну как-то нам рассчитаться надо. Я говорю, очень просто. Нам нужно место, где мы можем молиться. Мы православные, но мы не хотим эту торговлю, вот эту вот продажность. Мы хотим, чтобы все было чисто. И мне дали в центре, в центральном районе города, окол обе, вот я сижу сейчас, 13 соток. И два дома здесь стоят. В частную собственность теперь, мировое соглашение. Частные дома такие. Тут было здание освод, спасение на водах. И когда пришли сюда, мэр города приехал. Ну и с ним советник. И что? А тут афганцы были, которые ранены, тут уже ремонт сделали. Им говорят, это государственная необходимость. Вы должны освободить, мы им лучшее место дадим. И так и получилось. Бог это делает. Приехал корреспондент, и как мы по рукам ударились, с мэром города поцеловались. 11 лет. И он такое письмо написал вообще, трогательное. Вот как Бог делает. А будь они верующим, освободились, которые, ну ничего нету, зэк и зэк. А с нами по-другому разговаривают. О чем я говорил, то исполняется. Я там еду в деревню, отдыхая, в деревне еще не было. Это какой год-то был? 72, это, я сейчас скажу, 89-й год. Приезжают люди, тайно. А я в Академгородке Новосибирском там выступал, в летном училище регулярном. Приезжают, а я не знаю кто, а приезжают с директором соседнего совхоза. А он говорит, а вы знаете, кто приезжал? Я говорю, вы сказали, племянник. Это сотрудник КГБ, подполковник такой-то. И все хотят знать, что будет дальше. А дальше, я говорю, будет вот так. Меня спрашивают, а какой строй должен был? С Российской Федерации этого не было. Я говорю, среднее, это что на Маниле есть, и в Финляндии. Вот нужно середину взять, пример. Я все политические системы мира в армии изучил. Понимаете, это интересно жить, когда ты не для себя живешь. И что вот так и сделали, ничего они не сделали. Вот пусть и райд. Они там ноги поднимали в храме Христа Спасителя. Я сразу писать стал везде, не трожьте их, не поганьте руки. Закройте храм на большой замок. Он осквернен. А теперь патриарх, и пусть все молятся. Пусть вся Россия собирается. И молиться три месяца, день и ночь. Дождь, не дождь. Они ничего этого не сделали. И что? Выиграли они? Они ничего не понимают. А мы поехали к храму Христа Спасителя. С трех сторон становились на колени, поднимали руки и молились. Бог, чтобы помиловал патриарха и Путина, и Медведева. Чтобы мудрые законы издавали. Дали достойно людям прожить, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Так мудрые законы, это и как выходит. У нас цель. А одна сторона не открыта была. Мы позвонили, вышел военный там, кажется мне так, и говорит, что хотели. Мы говорим, это с этой стороны открыть, чтобы. А зачем? Мы говорим, молились с трех сторон. Нам хочется с этой стороны помолиться. Храма Христа Спасителя в Москве. И нам открыли. И мы стояли, молились и все снимали. Все это в интернете. А в Азербайджане, в Баку, были, ночевали в доме муллы. С мусульманами. Я пошел в мечеть, молились. А потом пошли в православный храм. У нас очень хорошее отношение. Так называемой конфессии, динаминации. Хотя это слово ересь. Это Бог делает, опять же. Даже при всем желании люди не могут понять, как вы ехали, где ночевали. В лесополосах. Я нежданный, незваный. Являюсь в городе, допустим, Рига. Кто меня знает? Я должен в течение 10 минут вызвать доверие к себе и к своим книгам. Это я 650 раз повторил. А дальше выступаем где на стадионе, где в библиотеке. Будь я неверующим, что бы было? Ничего нет. Повторяю, что на нашем Ютубе, на канале, 42 миллиона просмотров. На сегодняшний день. Вот я поднялся сегодня в пол первой ночи. А в 4,40 у нас общий подъем. Я пока разберу почту. И каждый день. Когда книги писал я, книги, 9 лет. За 9 лет у меня вышло 38 томов в бумажном варианте и 7 томов в электронном пока. За 9 лет я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. И после этого еще около 60 тысяч. Почти 100 тысяч. В 2 раза больше рекорда Геннесса. Я все еще вижу людей. А как вы лечитесь? Никак. Тертая морковка. 2-3 раза в день. На самом мелком сите. А как вы узнали? Что больше рекорда? Морков. Тереть мелко. Нет, нет, нет. Я про рекорд Геннесса. 100 тысяч часов для человека 80 лет провести за компьютером. Посмотрите. А при чем тут рекорд Геннесса? А они все записывают. А я не сам узнал. Мне сказали, там где преподают и говорят. А вас, говорит, говорили там. У меня ежедневно с 14-16 часов. Считаю воскресенье. Там, по-моему, платно может вписать. Нет. А может бесплатно? Я не получаю нигде. Но я благодарю Бога за всех, кто изобрел это. Тимофей кто? Тимофей. Мы сразу знаем. Я говорю, вот кто телефон изобрел? Мартин Купер. А кто изобрел интернет? Тим Бернерс Ли. Тимофей. И мы за него молимся, что он живой. Обрати его, Господи. За Мартина Купера, который изобрел телефон, молимся. У нас везде друзья. А неверующего ничего не имеют. И никому не нужен. Потому что впереди-то пустота. Был такой писатель по-устовски. И сын говорит. Папа, ну почему ты все с каждым годом, все страшнее делаешь? А мама все радостно. А он говорит. У мамы впереди встреча со Христом рая. У меня ничего нет, сынок. Я не верующий. У меня только одна могила и лопух на ней. Писатель. А Достоевский говорит. Если бы кто доказал мне, что истина и Христос несовместимы, я лучше предпочел бы остаться со Христом, чем с истиной. Можно скажу? Да. Но у изобретателей телефона Александр Греймон Белл и Антонио Меуччи. Ну так, к слову. Но у вас открылся, нет, наш канал? Да он открытый у меня. Ну а первое, посмотри, какой ролик стоит. Как называется? Вход в канал. Это вы не первую страницу открыли. Вы где-то зашли в другом месте. Надо было зарядить канал. Слово канал вы не написали. Да я на Ютубе, уважаемый. Ну, пожалуйста. Ну, я вам говорю, что первое не эти ролики. Ну, хорошо. Вы зайдите еще. Если на первую страницу зайдете, вы будете сегодня даже, может быть, к утру видеть себя. С Богом. Да я сейчас посмотрю и все равно. Написать слово канал надо. Иначе там вылезет то, что не надо. А я написал. Я уже открыл. Открыл. Какой рисунок там? Что на нем? Главное. Ну, небольшой гараж. Гараж? Гараж. Гараж. Это храм. Храм. Должен быть, Тобольский. Это мне сделали программисты. Видите, вот я верующий. Поэтому у меня вчера было 2 авиары на компьютере. Провод непонятно почему переломился и перегорел внутри процессор. У меня не планшет, а большой. И кто бы мне направил-то? И уже ночью приехал программист, который верующий-то, и все сделал бесплатно. Да там делов-то, Господи. А? Там делов-то нету. Ого. Не скажите, делов-то нету. Во-первых, надо найти, а потом эту деталь привезти. Это не игрушка. Ну, я программист по профессии, так что... Нет, я хочу поблагодарить Бога, что хорошо быть христианином верующим. У него везде друзья. И даже встречу с вами я объясняю Богом. Я молился, Господи, ну покажи, тут не раздетых, и все. И вот у нас встреча была. Я просто считаю, что надо быть просто хорошим человеком, нормально ко всем относиться, и вероятно не играть. Хороших людей в аду очень много. Есть такой фильм, бегство, побег, скажется, из ада. А еще один ролик есть, вы можете записать. Небольшой, минут 12, называется «Интервью с дьяволом». Это американский, но про дьявол в лесу. Журналист берет интервью, дьявол. Сидят в кресле и разговаривают. С кем? С дьяволом. Дьявол в образе человека он является. Он говорит, а какой у вас образ? В образе человека дьявол. Да. С журналистом там интервью. А журналист напротив сидит с бородой такой, чтобы вы увидели, что это. Интервью с дьяволом? Зарядите. Вы не оторветесь. Кажется, дьявол именно таким. Хотите, вот такой, как показал свой страшный образ, он вот так отшатнулся от него. А вот, пожалуйста, раз, рука загорелась, опустил. Я, говорит, передвигаться могу быстрее света. И он говорит правду. А откуда вы? Может, это иллюзия? Просто нанятие иллюзия не стыдишь. Нет, но это понятно. Он спрашивает, а откуда вы? Ему надо сказать, был на небе, был херувим осеняющий, поднял восстание на Бога. Одна треть ангелов соблазнились. Михаил Архангель сбросил его. Война была на небе. Отпокалипсия 12 глава, говорится. А он говорит, я занимал большую государственную должность. Провел свою кампанию. Но все пошло не так. Может, кто-то из Единой России был? А он отвечает. И говорит, я нарушил все правила. И вот я здесь. Он не договаривает. Кто ты? Он говорит, ну, ты и я, мы сыны одного отца. То есть того и другого Бог сотворил. Телефон имеет. Он вот так вот рукой махнул, телефон вылетел из кармана, к нему летит. Он сквозь телефон пальцы протул. У нас все другое. Я не вещественен. Я только вижусь такими. А что самое вы ненавидите? Ненавижу, когда каются. Когда верят во Христа. Когда становятся на колени. Библию, покаяние. Терпеть не могу. Так вот, губа он, бритый. Закурил этот. Вы курите? Ха-ха. Вы спрашиваете того, кто изобрел это. Дьявол ему отвечает. Он говорит, а кто ваш главный враг? Он сразу вот так папиросу зажал эту сигару. Бросил. Кулак зажался. Не будем об этом говорить. То есть его Христос сбросил. Он говорит, а что дальше вас ждет? На землю придет тот, которого я распял. И он убьет меня. Это и в Коране написано, и в Библии. Когда это случится? Это случится где-то рядом. В конце мира. Написано, плевел и пшеница растут вместе. И будет такая тягость на земле, которой не было от создания мира. Ни продать, ни купить. Сегодня в плотую подошли. Вот это, вы если зарядите, Содом. Ролик Содом. Мамонтов, Аркадий. И там берет Сан-Франциско. 20 тысяч собралось садомитов, гомосексуалистов, геев. И как они себя ведут. Это ужасно. Мужчина на мужчине женится. Это такой разврат. Содом и Гоморру Бог сжег и сожжет эту землю. Особенно чат-рулетка. Я спрашиваю, а кто чат-рулетку изобрел? Ни один не может ответить. Я говорю, мальчишка. Я могу. Можете кто? Я могу. Ну давайте, кто? Программист. Кто? Программист. Ну какой? Фамилия, имя, отчество. Где он находится? Нет, я же не увлекаюсь этим. Ну, я отвечаю, я увлекаюсь. Я сюда зашел просто. Нет, нет, нет. А не просто. Изобрел. И тем более я не пришел сюда. Изобрел мальчишка. 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 15 или 17 лет. Двоечник. Андрей Терновский. Меня даже вы перебиваете. А Дней Терновский говорит. Я думаю сдавать экзамены, а у меня одни двойки. И придумал вот это. Страл миллионером, уехал в Америку на Лазурном берегу. Он даже интервью дать не может. Он совершенно разговаривать не умеет. И тут схлынули процентов 85 мусульмане. Половина раздетые. Это место свалки, разврата Содома. И мы здесь для того, чтобы людям возвестить путь спасения. Радостную весть. Иисус умер за нас. Ждет с покаянием. Чтобы омыть кровью своею. Чтоб ты жил для Бога. Но ничего не изменится. Так, Михаил, давайте расставаться уже. Время нам. С Богом. В сайте. По 8. В сайте. Не в сайте говорю. В скайпе зайдите, Игнатий Лапкин. Я вам сразу скину. Нет, спасибо. Напрасно. Будем прощаться. Напрасно. Такого больше вам не встретится никогда. Материалы огромнейшие. В Mail.ru у меня 22 тысячи фотографий только. Хорошо. С Богом. Я буду. Аллилуйя.